Всем привет! На моем канале самые свежие и актуальные новости Дома 2 на 6 дней раньше эфиров. Подписывайтесь, оставляйте ваши комментарии и лайки. Друзья, хочу сообщить вам о своей новой группе ВКонтакте «Крутые товары с Алиэкспресс». Мы находим и делимся в этой группе самыми интересными товарами по низким ценам с сайта Алиэкспресс. Я думаю, для многих это будет интересно и полезно. Ссылочка на группу в описании. Подписывайтесь! Ольга Рапунцель продолжает заявлять, что она созрела и готова к семейной жизни. Хочет замуж и хочет найти достойного парня. Но вот только Дима не готов на ней жениться. Рапунцель сообщает «Дима сказал мне очень плохие вещи. Меня это тронуло, обидело. И я не ожидала от него такого». Оля обратилась ко всем мужчинам и призывает их, чтобы ей писали, а она рассмотрит все варианты. А вот Яббаров окончательно понял, что Рапунцель играется и с ним, и с Димой. Илья сообщил «Поэтому я решил не участвовать ни в каких треугольниках и не лететь на Сейшелы. Плохом, как Дима, я не буду и быть не хочу». Алекс и Федор Стрелков решили помериться с силами и немного заигрались. Алекс повалил Федю на пол, а тот ему упал на ногу. В итоге оба оказались в трампункте. Костя Иванов сегодня возвращается на поляну. Парень уже в Москве. Саша Гозия спишет ему из Балтийска, что скучает и что скоро они воссоединятся как пара. Африкантовы продлили свое пребывание в Дубае еще на неделю. Теперь они собираются вернуться 30 марта. Квартиру им предоставил поклонник. Отрываются бабоньки как могут. Татьяна Африкантова очень счастлива. Она сообщает, что научилась делать селфи. А также встретили поклонников Дома-2. Они все дружно гуляли со своими детьми. На радостях женщина призывает всех русских девушек приезжать в Дубай, выходить замуж за арабов и рожать от них детей. Якобы здесь не жизнь, а просто сказка. Кристина Лисковец на Сейшелах очень сдружилась с Ольгой Рапунцель. Теперь они лучшие подружки. Алиса, которая ранее приходила к Венцу, но затем ушла по семейным обстоятельствам, вновь вернулась на проект к нему. Венчик сегодня устраивал девушке свидание. Руслана Мишина сегодня сообщила, что в разлуке с Алексом она сильно по нему соскучилась, а также замечает, что и он по ней скучает. Он приехал на поляну, я и кровать постелила, и накормила, и чай приготовила, и ласку, и заботу. И все это с душой. Стоит заметить, что ни одна из девочек, которые собираются с ним на Сейшелы, ни разу не подошли к нему. Мне кажется, что ему нужно задуматься, кто с ним искренней, а кто нет, сообщает Руслана. Катя Гужвинская и Вова Гаути расстались. Гужвинская подтвердила эту информацию, а вот Гаути все отрицает. По его словам, он не разбивал Кате нос, а дал ей вполне заслуженную пощечину, потому что слова до нее не доходят. Прощение Владимир попросил, но вот Катя уверяет, что он ей все-таки разбил нос, и прощать она его не собирается. Более того, Гужвинская решила пристыдить Гаути, сегодня в сети написала, переехал, значит, бывшую мужскую с коробкой. Пошла я найти лекарство от кашля, но среди всяких мужских таблеток скромно в углу лежала пудра. Я думала, что он давно ее выкинул, чтобы не быть голословной, выкладываю фото. Далее Катя написала пост, якобы от лица Вовы. Если ты настоящий мужчина и хочешь встречаться с парнем с пудрой, приходи в кафе Город Любви каждую среду. Я жду тебя, ваш Вова Гаути. На сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, ведь смотреть и слушать гораздо интереснее, чем просто читать. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok